Трое соликамских подростков на мотоцикле типа питбайк столкнулись с легковым автомобилем. Подробности мы узнали в ГИБДД. Предварительно установлено, что 4 сентября в 13.50 по улице Пермская со стороны улицы Мира в направлении улицы Мичурина по левой обочине навстречу движению транспортных средств двигался мотоцикл марки Матален под управлением 14-летнего подростка, который в районе дома 59 по улице Пермская допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении и осуществляющим поворот налево автомобилем марки Лада Гранта, которым управлял 27-летний мужчина. В результате автоаварии водитель мотоцикла был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии врачи констатировали смерть. Двум его пассажирам была оказана разовая медицинская помощь. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. В этот же день, несколькими часами позже, в северной части города, на перекрестке улиц Матросова и Большевицкая, случилось еще одно ДТП. Водитель «Фольксвагена» не уступил дорогу мотоциклисту. Один из пострадавших, 17-летний юноша, сейчас в больнице в травматологическом отделении. По данному факту проводится проверка. Сотрудники краевого МВД и управления МВД России по городу Пермь провели оперативно-профилактическое мероприятие на территории торгового комплекса по шоссе космонавтов. В ходе рейда около 100 иностранных граждан проверены по учетам управления по вопросам миграции. Оперативниками управления по контролю за оборотом наркотиков задержан гражданин Среднеазиатской республики, у которого в ходе личного досмотра изъято около 4 граммов героина. Помимо этого, в съемной квартире гостя при Камье полицейские нашли еще 52 свертка с запрещенными веществами, которые он планировал сбыть на территории Перми. Также оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции регионального и городского МВД выявили ряд преступлений, связанных с незаконным оборотом табачной продукции. Из торговых точек изъято несколько тысяч пачек табачных изделий с признаками контрафактности. По всем фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие.